МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Родион Архипов. Смотрите сегодня. Новое жилье и модернизация заводов. Глава Чувашия Михаил Игнатьев проинспектировал работу вурнарских властей. Она бывает открытая и закрытая. О тонкостях системы водоснабжения рассказал главный жилищный инспектор Чувашия. Работать как хирург в художественном музее идет реставрация картин Кокеля. В ожидании больших перемен. Сегодня глава Чувашия Михаил Игнатьев побывал с рабочим визитом в вурнарском районе. До конца года здесь должны возвести новый многоквартирный дом. Капитального ремонта дождались и сельские школы. В рамках программы модернизации образовательные учреждения получают большие средства. Где-то меняют кровлю, где-то устанавливают новые окна. С подробностями Дмитрий Ковалев. Школы республики вовсю готовятся к новому учебному году. Летом работ, как всегда, не в проворот. Программа модернизации образования добралась и до села Калинино. Местная школа получила солидный транш – более 1 миллиона рублей. Деньги решили направить на покупку новых оконных рам. Старые деревянные блоки сгнили. Заменить их планировали давно. Отапливать здание зимой становится накладно. Трещины пропускают тепло. В школе, конечно, особенно с северной стороны, окна продували, холодно было. И температурный режим мы не могли поддерживать. Для учебы на 5 с плюсом в школе созданы все условия. В прошлом году закупили компьютеры, спортивное оборудование и учебники. Впереди глобальные работы – строительство нового здания. Желающих попасть в эту школу с каждым годом становится все больше, но мест по понятным причинам не хватает. Здание старое. В ближайшее время здесь планируют возвести новый пристрой. Проект уже готов. В пристрое планируют оборудовать новый спортивный зал и 8 учебных классов. Количество вакантных мест в школе должно увеличиться в разы. Весь вопрос – финансирование проекта. Эта школа, я вам скажу, никогда закрываться не будет. Здесь географически на очень выгодном положении стоит вот эта Каминская средняя школа. Это очень дороже можно. Сюда. Это моя мечта была. Это моя давнишняя мечта и мечта всех моих 20 лет директорской работы. Преподавать ли сейчас волнуют насущные вопросы. Когда увеличится заработная плата, будет ли в их районе возведен бассейн. Но строить воздушные замки глава республики не стал. Пока местным жителям придется выезжать в оздоровительные комплексы других муниципалитетов. Где расстояние позволяет, так и придется ввозить. Ибо или школу надо здесь строить, да, дополнительное перестроить со спортзалом. Или, соответственно, бассейн надо строить. Что будем выбирать? Школу. В районном центре завершается строительство нового дома. Сейчас подрядчики прокладывают коммуникации и штукатурят стены. Во всех квартирах смонтируют энергосберегающие приборы. Поселятся сюда в урнарские очередники. В поселке до конца этого года планируют возвести еще один дом для детей-сирот. Глава республики отметил, что сроки не должны быть сорваны. Местные власти полны оптимизма и ключи они обещают вручить уже осенью. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Глава республики побывал на вурнарских предприятиях. На одном из заводов взяли ставку на полное техническое перевооружение. Скоро здесь появятся новые рабочие места. Уже в августе на молочном заводе заработают новые технологические линии. Здесь будут производить сметану, кефир и йогурты. На предприятии уже списали старое оборудование. В модернизацию было вложено более 200 миллионов рублей. Теперь у местных жителей готовы приобретать до 200 тонн молока в сутки. Это мощность нового завода. Уже летом здесь планируют создать 20 рабочих мест. Обновляют технику и в одной из вурнарских агрофирм. Недавно здесь приобрели два комбайна. В этом году аграрии вывели на поля и еще один современный агрегат. За один раз он обрабатывает почву и вносит в нее удобрения. Правда, сейчас в агрофирме обеспокоены состоянием посевов. Свои коррективы внесла аномальная жара. Возможно, что в следующем году эти поля засеют более неприхотливой культурой – кукурузой. С личным вопросом к депутату. В региональной приемной председателя партии «Единая Россия» состоялся очередной прием граждан. В проблемы жителей Чувашии вникал заместитель председателя комитета Госдумы Руслан Тихонов. Специально, чтобы встретиться с Русланом Тихоновым, в Чуваксары приехали жители Цивильского района. Пенсионеры рассказали, что в одной из деревень района существует давняя проблема – дороги. Нынешнее их состояние создает такой поток дождевых вод, что каждый раз затопляются огороды сельчан. Вопрос можно решить, если построить новую дорогу с водосточными каналами. Проект есть, и дело уже сдвинулось с мертвой точки. Но работы, по словам обратившихся, продвигаются очень медленно. Руслан Тихонов обещал, что по этому обращению дополнительно будут направлены запросы прокурору Чувашии и председателю кабинета министров республики. Кроме того, депутат рассмотрел и взял на карандаш вопросы расселения жителей Чувакса разведкового жилья, улучшение жилищных условий участницы войны, живущей в Шамуршинском районе, подключение к электросети домов в деревне Ешкильдина Красноармейского района и некоторые другие. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Каждому предпринимателю личный кабинет, соответствующий сервис, запустил пенсионный фонд. Пилотной площадкой стала и Чуваша, пока сервис работает в тестовом режиме. Но предприниматели уже могут опробовать его, проверить платежи по страховым взносам в фонд. Ольга Григорьева с подробностями. Пока предприниматели все еще по старинке идут в управление пенсионного фонда в Чебоксарах, чтобы получить информацию о задолженности по страховым взносам. Но уже сейчас они могут прямо с рабочего места узнать всю информацию, благодаря запущенному электронному сервису. Для этого под рукой должен быть компьютер с выходом в интернет. Сервис личный кабинет предпринимателя находится на сайте Чувашского отделения пенсионного фонда. У него два режима – без зарегистрации, когда возможно лишь посмотреть свою задолженность по страховым взносам, и с регистрацией, когда предпринимателю открывают личный кабинет. У этого режима возможности шире. Также предприниматель может просмотреть как начисление, так и уплату за предыдущие годы. Для этого нужно предпринимателю зарегистрироваться на сайте. Но для этого перед регистрацией нужно заполнить заявление и принести в пенсионный фонд для регистрации. Каждый желающий получить ключи от личного кабинета должен принести заявление сам, но один раз. Так предприниматели дают согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, указывают номер мобильного телефона. Впоследствии на него приходит СМС-сообщение с кодом активации, с помощью которого вы регистрируетесь в программе. Заявление от предпринимателя специалисты фонда будут принимать весь июль. Более 30 человек в Чебоксарах уже открыли личный кабинет в пенсионном фонде. При подключении к данной услуге индивидуальный предприниматель имеет возможность в режиме реального времени со своего рабочего места просматривать начисление страховых взносов на любую отчетную и текущую дату. Может просматривать уплату страховых взносов, просматривать оплату задолженности по страховым взносам. А также имеет возможность распечатать именную квитанцию со своими инициалами по уплате страховых взносов и оплачивать ее через терминал. Это очень просто. Электронный сервис призван улучшить взаимодействие между плательщиками страховых взносов и специалистами фонда. Сам электронный сервис пока тестируется и, возможно, к концу года его запустят окончательно. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Сейчас на местах создаются региональные отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». Месяц назад в Москве проходил учредительный съезд Общероссийского народного фронта. Тогда делегаты единогласно проголосовали за переименование фронта, приняли устав и без голосования избрали своим лидером президента России Владимира Путина. В работе съезда принимала участие и делегация Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым. Как продвигается работа по созданию регионального отделения в Чебоксарах, смотрите далее в сюжете. На сегодня организационный комитет в Чувашии занимается подбором учредителей регионального народного фронта. Предполагается, что таковых будет 20-25 человек. Затем будет сформирован руководящий штаб, исполком, ревизионная комиссия, выбраны сопредседатели. В рабочем режиме мы все стараемся подбирать достойные кандидатуры для участия. И призываем все население нашего региона, небезразличных людей, общественников, вступать в наше движение. Цель у нас одна – для развития нашего региона, для развития нашей России. Мы вот уже несколько раз собирались с оргкомитетом, обсуждаем, дискуссируем. Мне это вот очень нравится, потому что ребята не боятся высказываться, говорят и так далее. Это очень хорошо, поэтому думаю, что мы создадим достойное региональное отделение. В течение лета в каждом из 83 регионов России появится свое региональное отделение. Официальной датой создания ОНФ Чувашии станет 3 августа. Но присоединиться к новому движению можно уже сейчас. Здесь ждут совершеннолетних, активных, инициативных, любящих свою страну. Причем человек может быть партийным или беспартийным, верующим или неверующим любой профессии. В уставе на сегодняшний день четко и ясно записано, что все вступившие партии и другие организации, которые принимают участие, они все будут иметь определенные партнерские отношения, которые подразумевают определенную свободу действия. Свобода действия, я бы сказал, не запрещает вести даже определенную критику и в отношении власти. Это на сегодняшний день четко оговоривается, нет никаких запретов. С другой стороны, главная задача нового движения – это именно создание новой площадки, где могли бы принять участие многие представители, именно активная часть населения. В дальнейшем у Общероссийского народного фронта за Россию появятся и свои общественные приемные, каждый из которых будет принимать граждан и вплотную заниматься решением их проблемных вопросов. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. На ночь будут закрывать дорогу по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах. Движение ограничат с 10 июля по 31 октября от пересечения с улицы Гладкова до пересечения с выездом с дворовой территории дома номер 5 по проспекту Ивана Яковлева. Автотранспорту запретят заезд с 23 часов до 5 утра, а троллейбусом с полуночи до половины четвертого. Эти меры необходимы для устройства инженерных коммуникаций и для ускорения темпов работ. Напомню, реконструкция проспекта Ивана Яковлева началась в середине июня. Менее чем за полтора года планируется отремонтировать 14 тысяч квадратных метров автодороги для пропуска автотранспорта. В итоге, к окончанию реконструкции, октябрю 2014 года проезжая часть станет шестиполосной. На участке дороги появятся новые пешеходные, а также подземные переходы. Всего на реконструкцию будет потрачено почти 680 миллионов рублей. Администрация города Чебоксары просит граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. И во избежание транспортных заторов рекомендуют водителям автотранспорта пользоваться объездными дорогами. Картины Кокеля дождались своих спасителей. В Чувашию прибыли профессиональные реставраторы из Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Украины. Мастера своего дела во имя прекрасного они восстанавливают шедевры на безвозмездной основе. В мастерской Чувашского государственного художественного музея картины Кокеля обретают вторую жизнь. Четыре пары рук в буквальном смысле творят чудеса. Профессор Николай Титов и три его ассистентки восстанавливают несколько полотен, которые могли быть безвозвратно утеряны в ближайшее время. Сложностей в работе немало. Некоторые из своей картины Кокель писал на двух сторонах холста. Со временем краски стали осыпаться и терять свой первоначальный вид. К реставрации и картине надо подходить так же, как и больной. Пришел к врачу, у каждого свое заболевание. Также у картины, у каждого своя есть проблема решить. Также и тут с одной стороны одна может быть проблема, со второй – вторая проблема. Еще проблема в том, что бы их растянуть, кромок не хватает. И в некоторых случаях просто вот так вот вырезано. Медицинский подход – не просто фраза. В работе реставраторы используют хирургические скальпели, шприцы и другие необычные инструменты. И управляются с ними не хуже хирургов. В руках профессионалов уже побывали многие мировые шедевры. Опыт у них есть уже хороший, потому что обучение проходит на музейных экспонатах. И сложные есть, и очень сложные, и 16 века. Идет грунтование специальным раствором клея и мела. Подводится только вот в этих местах, где утраты, для того, чтобы восполнить красочный слой, чтобы он не проваливался, а был как на поверхности. На сегодня в Чувашии Остров стоит проблема со спасением национального богатства. Большая часть музейных экспонатов требует немедленной реставрации, а специалистов в этой области у нас нет, да и финансов тоже. На восстановление шедевров нужны миллионы. А из любви к искусству делать сложнейшую работу готовы только самые бескорыстные и смелые. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. 11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Отмечать его начали во Франции. Именно там в 1995 году был придуман такой вкусный праздник. Жители Чебоксар, впрочем, как и жители любого другого города, не прочь побаловать себя этим лакомством. В течение многих лет оно является излюбленным десертом сладкоежек разных возрастов. Бытует мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его пищей богов и даже окрестили черным золотом. Шоколад использовался для укрепления физических сил и развития выносливости. В средние века в Европе возможность употреблять шоколад была лишь у аристократов. Лишь в начале 20 века шоколад смогли попробовать простые граждане. Конечно, я люблю шоколад, потому что он создает определенный тонус, настроение. Мы как парни дарим девушкам шоколадные изделия, допустим, те же конфеты, я не знаю. Ну да, своей девушке я дарю шоколад. Я люблю шоколад. Я не очень. Не очень, а ваш ребенок? Ты любишь шоколад? Да, люблю. Если дома есть мороженое, я могу в него добавить плитку шоколада, покрошить. Если еще ягоды, а летом, как правило, это самый лучший вариант разнообразить пищу. Вот после того, как съешь шоколад, очень сильно меняется настроение. Вот прямо как-то взбадриваешься после этого. У меня хорошее настроение после шоколада. Шоколад считается не только вкусным десертом, но и отличным средством по уходу за кожей. Его часто используют в косметических целях, в частности при шоколадном обертывании. Ученые считают, что темные сорта шоколада замедляют процессы старения и стимулируют выработку гормона счастья в организм, который способствует повышению настроения. Именно поэтому лакомиться шоколадом не только можно, но и нужно. Юлия Прокопьева, Екатерина Харитонова, Александр Петров, Республика. Сегодня вечером на универсиаде в Казани будут вручены медали по итогам женского семиборья. В этом виде легкой атлетики участвует и наша Кристина Савицкая. После пяти видов программы она на пятом месте. Соревнования по метанию копья и бегу на 800 метров начнутся в 8 вечера. Другая участница универсиада из Чувашии Антонина Савельева, которая попала на Всемирные игры студентов со скамейки запасных, сегодня выиграла все матчи группового этапа в одиночном разряде по настольному теннису. Финальные соревнования пройдут в пятницу. В урбанистической среде особенно остро ощущается нехватка чистого воздуха, тишины и спокойствия. Порой так и хочется убежать из шумного города в тихую гавань. Что для этого необходимо и куда лучше обратиться, вы узнаете сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. В этом году завершено строительство коттеджного поселка в районе деревни Малый Сундырь. Белая усадьба надежно укрыта от посторонних глаз и дорожной пыли лесным массивом. Всего в 15 километрах от города расположены 44 комфортабельных жилых дома и здания общественного центра, в котором будет располагаться магазин, кафе, аптека и медпункт. В полном объеме выполнено благоустройство коттеджного поселка. Выполнены асфальтирные дороги, газоны, тротуары из брусчатки, а также установлены спортивные и детские площадки. Коттеджи делятся на три категории – эконом, бизнес и элит-класса. Площади домов варьируются от 80 до 270 квадратных метров. Стоит отметить, что в каждом доме проведен водопровод из артезианской скважины. Для защиты от грунтовых вод выполнена клеечная гидроизоляция и уличная система дренажа. Но, хотя подход к строительству одинаковый, они имеют индивидуальные особенности. Дома построены по шести вариантам проектов. Они отличаются архитектурными решениями фасадов, планировками этажей, наличием подвала, гаража. Также у нас в каждом доме индивидуальное газовое отопление, логальное очистное сооружение «Септик». Каждый дом располагается на участке площадью от 7 до 9 соток. Все участки выведены на южную сторону, что благоприятно для посадки каких-то культур садовых. В остеклении домов применены пластиковые окна со стеклопакетами и, как в данном доме, с витражами. Если вы хотите уехать из города, но не готовы стать сельским жителем, поторопитесь. С 1 июля стартовала акция, на период которой покупателям коттеджей в Белой усадьбе предоставляются скидки до полумиллиона рублей. С условиями акции можно ознакомиться на сайте bu.investor21.ru Редактор субтитров А.Семкин